Боря, а давай-ка мы начнем по моей уже укоренившейся в последнее интервью привычке. А давай мы поговорим вот о чем. Во-первых, я тебя спрошу, слышал ли ты о профессоре Гусейнове, который заявил по поводу русского языка, клуачного сегодняшнего? Не слышал ли ты? Я видел пару заголовков в интернете, но я не стал читать. Разразилась буря, поэтому там читать особо нечего, там вот такая вот коротенькая заметочка. Разразилась буря по этому поводу, но мы же ходим по улицам, мы же ездим в метро и мы слышим этот язык. Я вот к чему подводку эту делаю. Скажи мне, пожалуйста, а то, что ты пишешь на хорошем русском языке проникновенно, а ты для кого это сегодня делаешь? Кто аудитория? Она же изменилась круто. Смотри, ну, во-первых, огромное спасибо за хороший русский язык. Во-вторых, я не думаю, что есть принципиальные изменения. Я все-таки думаю, что все идет по спирали. Для того, чтобы понять. Короче, возьми записки Мариен Гоффа, возьми того же Булгакова, его воспоминания о том, кто ходил в Мамхат в 2020 году, какая была публика, как люди разговаривали, как завоевывали свою популярность акмеисты, в каких местах, с какой публикой, что там стоял за флёр словесный. И ты поймешь, что ничего не изменилось. Мы ориентируемся, нам кажется, что ну как же, Золотой век, Пушкин, Лермонтов и так далее, и так далее. Да, были вершины. Но мы же даже не представляем себе, как разговаривали все остальное население. Ненавижу это слово. Мы говорим, ах, 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 Ахматова, ах, Гумилёв, Цветаева и так далее, и так далее. Но в кафе-то сидели обкокаиненные матросы, проститутки и нэпманы, которые разговаривали далеко не стихами. Да, почтение было к поэтам потрясающее, если послушать того же Мариен Гоффа, эти его воспоминания сумасшедшие, когда их грабят на улице и потом видят удостоверение. Грабители, жильё арбатское. Мариен Гофф? Сочинитель? Так, ребята, стоп. Пальто обратно, цилиндр обратный. Чуть ли не довели до дома и чуть ли не добавили от себя. Да, тогда «Человек-слово» это было что-то совершенно другая величина, хотя я думаю, что даже тогда это было немножко анекдот. Но я всё-таки считаю, что всё идёт по спирали. Мы просто на очередном витке, вот таком, когда модно говорить матом, когда модно говорить брутально, подчёркивая этим, то ли близость к народу, то ли близость именно к некой брутальной такой силе. Ну вот вспомни, начало 90-х. Вся страна вдруг заговорила по фене. Все вдруг начали говорить по фене. Почему? Потому что, как мне кажется, вдруг двигателем всех социальных перестроений стали криминальные структуры, без них было ничего не решить. И когда ты переходил на этот язык, ты как бы подчёркивал, «Ребят, я в теме, я знаю, у меня есть доступ, я умею разговаривать с нужными людьми о любых вещах, я существую в этой лексике». Вот сейчас, мне кажется, такую же роль играет мат. Мне не слабо, я умею разговаривать с любыми славами населения, я не стесняюсь в выражениях, я решительный, брутальный чел. Во-первых, я не беру на себя ответственность, что я решительный, брутальный чел. Я не решаю никаких ничьих проблем. Для кого я пишу? Я пишу для себя, потому что вся моя писанина – это некий зуд, который я не в силах остановить. Если бы я в силах был заткнуть эту дыру, я бы давно это сделал. Я не в силах это остановить, это в какой-то момент просто начинает сводить с ума, они звонят просто в голове и не дают тебе спать. Ты просыпаешься и сидишь и пишешь. Во-вторых, я пишу для пару десятков любимых людей, чье мнение для меня жутко важное, и мне есть просто желание их порадовать. А я знаю, что их радуют стройно составленные строчки. А в-третьих, я пишу для некого идеального образа, для некого идеального зрителя. Мне не хочется говорить слово «бог», потому что, ну нет, я ничего такого сверхъестественного не представляю в зале. Да, я представляю некую очень умную, красивую женщину, нереальную, соответственно, которая сидит и понимает все образы, которые ты заложил. Маргариту практически. Да, да, да. Ты представляешь Маргариту, я пишу для Маргариты, можно так сказать, ну вымышленно Маргариту. Я думаю, что большинство людей, которые пишут в первую очередь не для того, чтобы заработать деньги, они пишут для Маргариты. Ну, у женщин это какой-то другой образ, но у мужчин это, Маргарита, это замечательно, прекрасное сравнение. Я-то знаешь, как полагаю, я это полагаю, этот вопрос тоже часто задаю. Мы все-таки люди, как бы не 20-летние, и есть некий опыт, есть опыт в том числе существования в социуме. В социуме, который, вот ты отлично рассказывала про Мариингофа, про Ахматову и так далее, и так далее. Да, действительно, времена были такие. Откуда-то каким-то чудом все-таки сохранились, сохранились, сохранилось то, что называлось приличными семьями, где собирали библиотеки, где читали и так далее, и так далее. Но на протяжении, мне кажется, вот моей жизни, я абсолютно уверен, на протяжении, не знаю, твоей линии, согласись ли с этим, согласишься или нет. Но образовательный ценз капитально упал, довольно серьезно упал образовательный ценз. Ты выйди на улицу, да в кругу людей, с которыми ты общаешься, спроси у них, кто такой тот же самый Кастанеда, кто такой Маркис, да кто такой Булгаков. Ты знаешь, с одной стороны, да, с одной стороны, куча имен, которые для нас были знаковыми, очень мало сейчас говорит, что там молодежь, с другой стороны, там какой-то есть свой иконостас, свои, у меня дурацкая привычка, все время надеяться на лучшее, я думаю, эти люди хорошо, но, понимаешь, вот у меня был период там, у меня сын, взрослый сын, надеюсь, в будущем твой коллега, по крайней мере, он учится на журфаке. Ой, сейчас нужно очень пополнение в этой армии, что деградирует, страшно. Сколько я ему там приносил книг, я понимаю, вот он не воспользовался ни одной из тех, что я ему пытался подсунуть, а подсовывал я, соответственно, из своего любимого списка. Ни одно не сработало. То есть, вот, это мертвая полка. Но при этом я смотрю... Подожди, Боря, ты говоришь о конфликте отцов и детей сейчас, на самом деле. Я через него, да, да, да. Меня это, безусловно, мне это было болезненно и неприятно, но потом я смотрю, что у него растет своя. Я не знаю этих имен, но я взял пару книг оттуда, «Елки зеленые», это интересно. Это интересно. И когда я там начинаю что-то... Ну вот, битники, знаешь, я вот вашего этого Бироуза я попробовал, я вообще ничего не понял. Меня стошнило на пятой странице и все. Он говорит, знаешь что, ваш этот Кен Кизи... Так, секундочку. И я понимаю, что я не заметил. Я просто не заметил. Он через какую-то другую дверь вошел, то ли к тем же самым именам, то ли там есть вот своя полка. И она может быть не менее ценная. Просто эти имена мне ничего не говорят. Так же, как вот набор моих этих писателей. Но это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, вот мне сейчас 46. Я только сейчас начинаю получать удовольствие от чтения русской классики. Я сейчас открыл для себя Чехова. Это школа. Это страшная советская школа. Я не понимаю, как вообще можно читать Чехова, пока у тебя нету набора скелетов в шкафу своего собственного. Когда ты не набил себе морду, пока ты не испортил жизнь кому-то пару раз, желая только самого хорошего. Вот когда у тебя есть вот этот набор, вот ты его открываешь и так, блин, это же все про меня. Но для этого надо что-то прожить. Как его читать в 18? Что можно понять в Чехове в 18? А я его пытался читать в 18, я писал какие-то сочинения, я смотрел спектакли, я сейчас понимаю, что я не понимал вообще ни хрена. Не просто верхний слой, а вообще ни хрена. Сейчас мне кажется, я что-то начал понимать. Точно так же я что-то начал понимать в Толстом. Что-то. Я не претендую на глубину. Чуть-чуть, Пушкин, вот сейчас. Я просто лещу себя надеждой, что когда ему, его ребятам, его кругу будет ближе к 40, они точно так же начнут что-то понимать. Вот они сейчас в Бродском понимают гораздо больше, чем я в его возрасте. Хотя мне казалось, что это мой любимый поэт в 20 лет. Я на самоздате еще там читал. Письмо генералу Зетт. Просто из всех щелей посвящение Ялте. Они находят совершенно другие тексты, которые для меня до сих пор непонятны. Да нет, что ты бредишь, тут все понятно, все образы ясны. Они другие. Это неплохо. Это больно, но это неплохо. Я надеюсь, я надеюсь на это. Но они как-то вот находятся, эти люди. Каждый раз, когда я говорю сам себе, тоже там столкнувшись с разным, я не хочу говорить слово глупость, тупость или неинтеллигентность, там кого-то с другим уровнем или с другим набором чтива с людьми, с которыми меня сталкивает жизнь. И мне кажется, елки, ну все потеряно. Вот так вот, да. И тут бац, вдруг, совершенно неожиданно выплывает в мой горизонт молодой какой-нибудь человек, который меня просто оглушает своим пониманием литературы, либо своим списком литературы, о котором я даже не подозреваю, и который, ну, ничуть не хуже моего. Просто он другой. Но дело в том, что у каждого из нас был свой Шерлок Холмс. Разумеется. А сейчас Шерлок Холмс один, Кимбербэтч. Другого Шерлока Холмса трудно представить сегодня. Ливанов уже персонаж. Нет, во-первых, есть еще Миллер. Не-не-не-не-не. Я к этому, к тому, что... Вот тут вот смотри, смотри, здесь нет, нет-нет-нет-нет-нет. Вот здесь очень странная история. Очень странная история к разговору об экранизациях, например. Я раньше взрывал у меня, когда я видел плохую экранизацию. Боря, прости, что я перебиваю. Я не про экранизацию говорил. Я говорил о том, что мы, человек, читая, создает мир, отличный от мира... Ну, упомянутое Канан Дуэля. Канан Дуэля свой мир был, когда он писал. Мы, читая его, создавали свой мир в головах. И Сивенсона того же... Я юношество имею, да, тенейчерство такое. Но сегодня этот мир тебе дают и миллионам, у миллионов этот мир. У каждого из нас был свой мир. А у миллионов один мир. Вот смотри, я немного младше тебя. Ну, так, наверное, изрядно. Я помню, что я сначала посмотрел кино. Наше, разумеется. Наше с Ливановым. И кино меня заставило взять книжку в руки. Ты Канан Дуэлла и не читал в юношестве. Вот я его взял в 11-12. После того, как вышел фильм. Точно так же, как сейчас, посмотрев голливудский мюзикл «Отверженные», который мне не понравился жутко. Я думаю, господи, не может быть, чтобы была такая плохая книга. Я взял, и я так благодарен этому фильму, который я продолжаю не любить, за то, что он меня подвинул взять в руки Гуго великолепную, его прекрасный, совершенно сумасшедший, я считаю, великий роман. Но спасибо этой экранизации за это. Почему я должен думать, что нынешнее поколение не будет, посмотрев сериал или кино, смотреть, брать книгу в руки? Да будут. Мне кажется, ну, да нет, это нормально, это логично. Взять и сравнить с оригиналом. Даже просто из спортивного интереса. Я думаю, что большинство там, ну, не большинство, многие ребята, наши сверстники, точно так же, посмотрев фильм, для себя эту тему закрывали. Им было уже даже неинтересно дальше читать книгу. Но были те, которых фильм, экранизация, сериал, всё что угодно, на это дело сподвигало. Я думаю, что и сейчас так же. Борь, ты прав. Но мы подходим сейчас, это классно, мы подходим к теме, которую я и хотел обсуждать. Это первая часть была этой темы. Вторая часть, вот, она происходит из того, что ты сказал. Вот она просто происходит. Дело в том, что я абсолютно не согласен с тобой в том смысле, что человек, посмотрев Холмса, британского, возьмёт книгу. Потому что прежде, прочитав или посмотрев что-то, мы неделями ходили, да, и перемалывали в себе это. А сегодня такое огромное количество невероятного кино, невероятной литературы, что человек просто не сможет это сделать. И вот к чему эта подводка очередная. мелькание, мелькание в нашей жизни приобрело статус постоянного. Да, динамика совершенно другая. Да, абсолютно другая динамика. И я подвожу к твоей музыке, которую ты делаешь. И не ты только. Вообще к понятию музыка, к этому огромному шару. Скажи, не стало ли, в связи с тем, что я сказал до этого, и ты сказал, не стало ли музыка прилагательным? Как у кого Фанвизина, да, дверь это прилагательный? Да, 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 это прилагается, дверь, она, которая стоит, она, которая там, на чердаке, она прилагается. Вот, не стало ли музыка сегодня прилагательным к видеоряду, к театральным постановкам, ко всему, то есть привлекает ли музыка сегодня сама по себе слушателя, или его нужно тащить через клипы, через постановки, через кино. Да, Бог его знает. Она не потеряла самоценность, музыка? Особенно на русском языке? Мне не с чем сравнить. Я никогда подобные вопросы зрителям не задавал. Вот они приходят, они слушают. Ты сам когда-нибудь, ты давно сам последний раз садился в кресло, ставил пластинку, ну сиди или что-нибудь, и слушал вне зависимости от того, что... Я так делаю регулярно. Да? Да, но только я в этот момент занимаюсь каким-нибудь физическим действием, как правило. Я не могу сказать, что я просто сижу. У меня просто нет времени на то, чтобы просто сидеть тупо. Вообще его нет. То есть совсем. Я занимаюсь каким-то монотонным тупо. У меня там... Я открываю дверь на балкон, я понимаю, что у меня сейчас там обрушится балкон под количеством одежды, которую надо гладить. О, замечательно! Тыщ! Пум! Включается музыка, или там... Потому что слушать... Я не могу себе сейчас при моем просто графике жизни выделить несколько часов отдельно на прослушивание музыки. Да у меня... Я не помню, чтобы мне такое было вообще когда-нибудь после 15 лет. Вот до 15 лет. Я еще мог просто слушать пластинки. В силу твоей эмоциональности, характера, свойства? Да как-то просто вот тупо времени не было. Ты знаешь, потом вот 15 лет это... И мы сами начали музыку играть. Важно было там еще и пообщаться, и поговорить, и поноситься. Тогда еще тоже на это было время. Потом студенчество, потом работа. Да, мы играем по 5-6 спектаклей в неделю, плюс репетиции, плюс дети, плюс музыка. У меня нет физически времени просто сесть, вот все совсем отключить и просто слушать музыку. Я должен при этом решать какую-то физическую задачу. Но главным для меня, то есть я выберу максимально простое физическое действие, которое не будет требовать от меня осмысления и внимания. Потому что для меня гораздо важнее в этот момент, что мне льется в уши. Скажем так. И ты ни разу не обжегся? А бутюг? Нет. Нет, наверное, обжегся лет 10 назад, когда я эту практику только вводил, наверное, да, и сжигал что-то. Да-да-да, это было. Ну, сейчас уже в это вошло, ну, опыт, тренинг, тренировка. Да-да-да, что-то такое я видел, да. На самом деле, экспериментально, вот моим личным опытом, то, что готовка, приготовленная тобой еда будет кардинально разная, в зависимости от того, что будет звучать на кухне, одно и то же. Вот ты делаешь, но ты делаешь это под Моссарта или Бобби Макферрена, или у тебя там врублен какой-нибудь жесткач, будет разное по вкусу, и да. Слушай, а скажи мне, вот, мне очень понравилась работа, хотя возникли у меня споры по поводу этого с друзьями. Мне очень понравилась работа, вот, как этот клип называется, где старик у тебя, что с детьми связано там. А, это, я не сломаюсь, я не сломаюсь, я не сломаюсь, это потерявшая дочь, да, я так понимаю? Ну, наоборот, там, дочь потерявшая отца. И, я сейчас продолжу, и у тебя по поводу детей, да, у тебя есть какая-то вещь? У меня есть по поводу детей, это вещь, да-да-да, потому что ты нужен. Да, вот, да, я тебе хочу сказать, ты, как это правильно выразить-то, ты с содроганием прикасался к этим темам, ты сомневался, стоит ли это делать? Нет, там все было очень просто, что с одной вещью, что с другой, значит, то, что касается, потому что ты нужен. Я читал, Борь, у тебя есть это, и в интервью хорошем, которое вышло не так давно, я тебя спрашиваю о том, сам ты внутри содрогался, сам ты внутри сомневался прикасаться к этим темам или нету? Знаешь, когда тебя просят, тебе просят близкий человек, и просят, не просто просят, а вот человек звонит и говорит, Борь, я папа ушел, я два месяца присиделась с ним в онкологическом отделении, Я приехал домой, значит, ушел второй мужчина из моей жизни, ты знаешь, мне нечем дышать, у меня внутри вот так вот все клокочет, у меня ощущение, что у меня вот здесь ком, а я не могу сказать, я не плакать не могу, я задыхаюсь. Ты можешь что-то об этом написать? Человек тебя просит, он просит ни лекарств, ни денег, ни приехать подержать за руку. Тебя лично человек вот в этой ситуации просит, ты можешь об этом что-то написать? Помоги мне, пожалуйста, просит тебя твой добрый друг, коллега, красивая женщина, в конце концов. Не до сомнений. Я помог бы любым способом, каким бы мог, но от меня попросили именно этот. Ты садишься и пишешь. А через полгода, когда подобная же история повторяется с другим человеком, совершенно с другим, но тоже близким тебе, у тебя вдруг, ты понимаешь, что у тебя этот всплывает текст, про который ты забыл, ты написал, ты отослал, человек сказал тебе спасибо, и ты про него забыл. А через полгода повторяется ситуация, он вдруг у тебя всплывает, но ты его уже мычишь, у тебя уже мелодия, и ты понимаешь, что не случайно, не может быть таких совпадений. И ты уже что-то делаешь. Вот не до сомнений. Если мне вот так просто, о чем бы я хотел написать? В последнюю очередь у меня возникнет желание вообще писать о боли, о горести, о каком-то. Я первые лет десять, что пытался что-то писать, я писал только на негативе. Только эти вещи меня сподвигали. Да, вот досталось, ааа, пришел домой. Все нормально, там, какая-то неудача с девушкой, с родителями, вот пришлось уехать из дома. В тот момент это казалось ужасно, 92-й год, оказался без дома, без гражданства, без ничего, такие беженцы. Зато это все можно высказать вот так вот. Потом в какой-то момент мне самому стало страшно, что у меня весь набор текстов – это сплошной негатив, это сплошная боль. Я понял, что я не хочу такое слушать. Если я не хочу такое слушать, зачем я буду это писать? Я дал себе слово, что я буду стараться, по крайней мере, писать на позитиве, писать радость, генерировать радость. Я до сих пор держусь за это. Я стараюсь генерировать радость. Но если ко мне подходят и говорят, пожалуйста, помоги, скажи за меня, тут выбора нет. Нет, прости, для меня это закрытая тема, когда человек просит о помощи. Нет, причем не закрытая тема, когда у тебя денег просят, ты можешь и дать их, а можешь и не дать. Понимаешь, если у тебя есть деньги, ты их дашь. Да, вот и все. А тут же, это же не просто сунул руку в карман, вытащил и отдал. Ну вот как-то оно пишется. По крайней мере, вот в этих случаях, конкретно в этих случаях, у меня вообще никаких не было внутренних противоречий. Ну, оно все, вот так вот просто выстрелило и все. Ты сказал вот что, я вдруг, ведь это же внутри этого вопроса. Заметь, Фрейд, дедушка, ты сказал, я решил вдруг сам для себя, что я больше не хочу негатива. Я сам решил, что я буду генерирует позитив. Слушай, ну, то есть у тебя там внутри как-то система тумблеров стоит, да, ты берешь, переключаешь тумблеры и становишься позитивным. Нет, 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 я заставлял себя писать. Вот это было внутреннее, я не могу сказать, что это вот так вот получилось. На это ушло несколько лет. Ты получил гражданство? Я получил гражданство, получил крышу, у меня появились дети. И начал позитивить. Да, я там кучу всяких духовных, эзотерических практик. Я просто познакомился с кучей светлейших людей, которые, я видел, как они живут. Мне становилось стыдно. Просто я сижу и ною, и еще там, да, я занимаюсь искусством, я вот-вот художественно ною. Вот человек живет, вот он занимается искусством. Он светится, понимаешь? Я хочу так же, скажем так. У меня возникло желание в какой-то момент, почему я так, почему я не могу так. Я могу вот так, я хочу так же. Я хочу, чтобы люди не просто, да, чувак, как ты прав, блин, как же все хреново, как же все плохо. А им тоже бы хотелось вот танцевать от того, чтобы… Не правильно ли я понимаю, что исчезли проблемы и исчезли негативы? Нет, нифига, нифига. Нет, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, тут я готов похвастаться, нет. Проблемы никуда не исчезли, я просто понял, что радости дают мне точно такую же мотивацию, на самом деле, и поводы для писания, сколько и негатив. Только я почему-то предыдущие 10 лет этого не отслеживал. Я просто кайфовал. Просто кайфовал, и считал, ну, хорошо, хорошо, и хорошо, этим мы насладимся, а вот негатив даст нам возможность что-то написать. И тут я просто, а зачем, давай-ка я поменяю, давай-ка я вот… Вот опять это звучит, давай-ка я поменяю. Ну, хорошо, ну, хорошо, давай, тумблер есть, просто он не вот так вот включается, вот так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ай, и это продолжалось в пару лет, наверное. Ну, теперь понятно. Сразу бы так ответил. Борь, теперь давай мы поговорим вот об альянсе, замечательном альянсе с замечательным Толи Мочеленковым. С огромной радостью. — Да, да. Мы не будем погружаться в какие-то тонкости, а вот мне интересен вопрос по-прежнему. Он как-то коррелируется с первым же вопросом. А скажи мне, этот формат предполагает, мне так кажется, небольшие залы, этот формат предполагает абсолютно практическую акустику, этот формат предполагает разговор со зрителями. То есть ты, я правильно говорю, да? — Абсолютно. Именно так это все и существует. — И насколько, я не хотел бы предъявлять слово «востребованное», насколько чисты выступления? — Раз в месяц. — Раз в месяц? — В основном. — Здесь? — Нет, в Москве, по московским клубам. — Возможно, мы могли бы играть и чаще, но просто у обоих такая занятость. Не только у обоих. У нас сейчас так получается, что пять человек уже в этом коллективе, несмотря на то, что он до сих пор называется дуэт Рывкина-Мочуленко. — Мне очень понравилась именно дуэтная часть. — Ну, все остальное просто мало записано, но тем не менее. Просто такая, помимо музыки, такая нагрузка чисто физическая. — То ли я настолько востребованный музыкант и продюсер, что у него просто физически нет возможности выступать в стране. — Один из лучших в стране. — Именно так. Выступать чаще. Он стольким людям и в стольких местах нужен, что мы просто не можем себе позволить более частый график. — Вполне возможно, если бы мы выступали чаще, зал бы все равно оставались заполненными. Мы не проверяли. — То есть ты музу не поменяешь, да? То есть муза вот эта не станет главной музой, а театральная муза станет музой… — Не есть разница между этими музами? — Да, огромная, огромная. — Вот я об этом и спрашиваю. — Театр все-таки это гораздо более коллективное творчество, огромное творчество. А тем более в театре я актер. — Только сейчас. Когда-то я там принимал участие тоже как копирайтер, я писал тексты для песен и для нашего театра, и для других театров. Но сейчас на какое-то время закрыт этот разговор. Актер — это между тобой и зрителем огромное количество посредников. Причем ты далеко не главный человек. Абсолютно. Ты всего лишь краска. Всего лишь краска, которую тебя вот так вот взяли и в определенном куске холста тобой нанесли штрих. — И все. И все. — И это не твой выбор. Будешь ли ты частью света или частью тела? — Да-да-да. У тебя выбора очень мало. Очень мало. Тут настолько все зависит в первую очередь от материала, от режиссера. И заканчивая звукорежиссером и светооператором. То есть эти люди могут кардинально поменять спектакль. Вот сидя за своим пультом, сдвинув одну ручку, не туда, и спектакль не просто технически изменится, он может поменять свой смысл. Ты этого со сцены можешь не добиться. — Да. Поэтому у тебя здесь вот есть вот такая маленькая ниша, и твое дело максимально дисциплинированное, максимально насколько позволяет тебе здоровье и твой профессиональный уровень выполнить поставленную тобой задачу. — Как музыкант ты гораздо более, ну по крайней мере в те проектах, в которых я участвую, у тебя больше свобода, там больше меня. Там мои тексты, временами моя музыка или по крайней мере моя мелодия. На сцене пляшу я, мне все ровно какой свет. Хоть вообще его выключите или оставьте одну свечку, это немного чего изменит. И так далее, и так далее, и так далее. — Да, там, скажем так, в тех проектах больше меня. Поэтому это совершенно разные стены. — Ну так музыка театральная, она остается. Мельпомена. — Это мой хлеб. Это, помимо, да, это музыка. Музыка — это, скажем так, музыкой мы не зарабатываем вообще ничего, ни столи, ни стена. Это чистое искусство. Это не стало нашим хлебом, как бы мы не старались. — Я, кажется, об этом и задаю вопрос, Боря. Если вдруг начнется зарабатывание хлеба музыкального. — Да ладно, мы старые. Я старый уже. Какой же рок-н-ролльщик после сорока? — А как ты знаешь? Ты же не знаешь. Ты слово Бог не хотел употреблять, но я тебе возвращу к этому. Ты не можешь знать, что. Ну ладно, оставим эту тему. Да, значит, театр остается краеугольным, так сказать, в твоей жизни. — Ну это мой дом. Это 27 лет жизни. Это вся семья здесь. — Да. Ну понятно, Боря. Это все понятно. Я не буду продолжать этот вопрос, потому что мы с ним обсудили. А давай мы к завершению интервью такую затронем. Даже не затронем тему. Я тебе просто такой вопрос задам. Скажи, Боря, а вообще, вот чем сегодня твоя голова занята? Что тебя беспокоит? Что тебе кажется важным? Что тебе перестало казаться важным? И вообще, как ты смотришь на этот мир сегодня? — Ты знаешь, странно. У меня нет ощущения, что у меня поменялось что-то в голове за последние, там, сильно. За последние 30 лет. Вот что мне было… — 16 лет? — Да, да. Но единственное и самое важное, конечно, это дети. Их наличие, их состояние. Понятно, что это огромную часть головы и сердца занимают дети. Их жизнь, качество их жизни, то, чем они дышат, то, что они едят, то, в чем они ходят, то, куда они ходят и так далее, и так далее. — Да. А вот то, что касается моих нужд, моих внутренних потребностей, интересов, да ты знаешь, вот действительно, с 16 лет сменилось качество, а тезисов все те же. — Смыслы все те же. Поиск хороших людей в обществе, которых хотелось бы жить, работать. Поиск тем, о которых хотелось бы говорить, петь. Поиск тех нот, сочетаний, которые позволят, вот, как я уже говорил, людям в зале, вот этой самой Маргарите лишний раз улыбнуться. Или вдруг встать и захотеть двигаться, танцевать. И при этом, чтобы тебе не было стыдно, чтобы ты понимал, что я не просто врубил бочку в уже давно подсчитанном, там, как это называется. В общем, есть биты, которые гарантированно будут действовать, потому что это как-то коррелируется с сердечным ходом. Это все уже давно есть, это там можно найти, можно просто это тупо включать и ничего не искать, и так далее, и так далее. Не хочется вот этого. Хочется, чтобы вот им хотелось улыбаться и танцевать этим Маргаритом от чего-то другого. От того, что ты сам что-то нашел, вы вместе с Толей там каким-то ночью, какой-то ночью нашли вдруг какое-то вам кажущееся свежее нотосочетание. Хотя понятно, что нету свежих нотосочетаний. Их уже давно все нашли. Если не Аганн Себастьян Бах, то Квинси Джонс. Кто-нибудь их обязательно уже нашел. Слава Богу, я этого не знаю. Фактически ровно великий имперсон. Но тем не менее. Да. Ну вот вы находите это честно. И так, смотри, оп, как Толей говорит, о, благость. Я обожаю. Он находит какой-то аккорд. Вдруг, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Значит, на мелодике. Вот Дунь сейчас вот это вот сюда. Да-да-да-да. О, чуешь? Чуешь, какое сочетание? О, благость пошла. Вот вы ищете эту благость, вы ее предлагаете. Вот найти ее, чтобы хватало сил на поиски этой благости, чтобы хватало внутри вот этого голода и этой радости, чтобы не было усталости от этого дела. Когда, ну-да, ну, нашли, ну, хорошо, ну, новая песня. Потому что, конечно, есть, вдруг что-то наваливается, как иногда там дома ли, в театре ли, просто на улице ли. И бывают такие, ну-да, новый текст, ну-да, новая песня, ну-да, новый концерт. Ненавижу себя в эти секунды. Это, слава Богу, там длится, как правило, нечасто, максимум несколько дней, но я ненавижу себя в эти... То есть, тоска не зря все-таки в свое время считалась не просто недостатком, одним из смертных грехов. Тоска – это один из смертных грехов. Из нее нельзя улезать, просто вытаскивать себя, не знаю, кто за что, но вытаскивать. В ней нельзя пребывать. В ней нельзя пребывать. Спасибо, Боря.